Новость о предстоящем расселении и ликвидации аварийного деревянного островка на углу улиц Данилова и Горького в Череповце прошумела еще в 2016 году. Тогда судьбу этого микрорайона решили на заседании Гордумы. Запланировали на месте деревяшек возвести новостройки 10-16 этажей и определили инвестора, который в течение трех лет обязался расселить жителей ветхих домов. Небольшие подвижки в этом вопросе с тех пор произошли. Собственники опасных квартир переселились, а вот те, чьи квадратные метры находятся в муниципальной собственности, еще ждут и терпят из последних сил. Улица. Вот здесь улица. Крысы оттуда бегут. А кварплаты-то какие берут. Это вообще с ума сойти. Аварийные дома. Разве мы имеем право платить? За что? За что, если мы не должны жить здесь? Еще хуже дома эти едок, там живут бедные. А детей сколько? Детей-то полные, это, полные, по 11 человек, по шестеро. Ни воды нету никакой. Такая вода, так она грязно текет. А что с расселением-то, что обещают? Обещают, знаете, обещанного три года ждут. И еще подождем. Сколько лет уже ждем? Ну, эти приватизированные, так вот, дали деньги людям, они выехали. А это муниципальная у нас. Ну, теперь так будет, ждем всех, пока не помним здесь. А вот они приходят, отключают у людей все, что мы не можем заплатить, действительно. Это так. Весной ли, когда сказали, что ну очень, и тут начнется стройка. Зима подходит, стройка не пахнет. Дома по Максиму Горькову и Данилову признаны аварийными в 2014 году. У мэрии города заключен договор о развитии застроенной территории с застройщиком. В данном случае это общество с ограниченной ответственностью Капеллир. Граждане подлежат расселению в рамках реализации этого договора. Нанимателям застройщик должен передать муниципалитету в собственность для расселения жилые помещения. Общий срок расселения 31 декабря 2018 года. В настоящее время застройщик ведет активную работу по подбору жилых помещений на рынке жилья и по передаче в муниципальную собственность. Застройщик приобретает на вторичном рынке. Жилое помещение в любом случае должно быть благоустроенным применительно к черте населенного пункта, то есть в данном случае в городе Череповцо, и равнозначное по общей площади ранее занимаемого. То есть если 50 квадратных метров семья занимала, то переедет в жилое помещение, которое будет не менее 50 квадратных метров по общей площади. Одновременно должно соответствовать количество комнат. После расселения нанимателей дома будут снесены, и уже застройщик сможет реализовать свои планы по возведению нового микрорайона.